Кресту Твоему поклоняемся, Владыку и Святое Воскресенье Твое славим. Кресту Твоему поклоняемся, Владыку и Святое Воскресенье Твое славим. Кресту Твоему поклоняемся, Владыку и Святое Воскресенье Твое славим. Кресту Твоему поклоняемся, Владыку и Святое Воскресенье Твое славим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, с Воскресным праздничным днём вас, дорогие братья и сёстры, сердечно поздравляем. Неделя третья Великого Поста. И, дорогие братья и сёстры, хочу просто напомнить вам, что на следующей седмице, в субботу, третья родительская поминальная суббота. И так будет служиться поминальная служба. Первая, она будет служиться в 8.00, в субботу, так у нас принято в храме. Вторая панихида будет служиться уже по окончанию Божественной Литургии. И третья в 17.00. И так суббота родительская поминальная, третья уже, последняя в Великом Посту. Ну и накануне, в пятницу, в 18.00, Парастас, тоже заупокойная служба. Дорогие братья и сёстры, сегодняшняя третья неделя Великого Поста – это неделя крестопоклонная. И во всех храмах Русской Православной Церкви износится на центр храмов крест Христов. Это особый крест, который сделан специально как раз для двух событий в году. Это воздвижение креста Господня и сегодняшняя крестопоклонная неделя. Ну и мы будем иметь возможность поклоняться кресту Господню, вот этому, который сейчас установлен в центре нашего храма, до пятницы. И в пятницу, по окончании изобразительных, крест опять заносится в алтарь, уже до воздвижения. И, дорогие братья и сёстры, сегодняшнее третье воскресенье, третья неделя – это неделя преполовения Великого Поста. То есть мы с вами прошли поприще половины Великого Поста. Осталась вторая половина плюс Страстная Седмица. И вот почему церковь, как любящая мать, износит вот этот крест Христов на центр храма, именно тогда, когда мы прошли половину пути Великого Поста. Дорогие братья и сёстры, здесь я бы так сказал. Во-первых, это обращение к каждому из нас с вами, потому что мы по-разному, родные мои, проходим Великий Пост. Есть люди, которые щиро постятся, которые исполняют все требования, которые необходимо исполнять во время Великого Поста. У кого-то это не получается. И с одной стороны, многие люди, может, даже устали. Может, даже устали. И вот чтобы вдохновить на продолжение Поста, мы как бы лицом к лицу перед крестом Господнем, на котором Господь был распят, видим Его страдания. А ведь Его страдания нас ради человека и нашего ради спасения. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь мечную. И мы видим Его подвиг. Опять же, повторюсь, нас ради человека и нашего ради спасения. Ибо там, на кресте, не унижение Христа Спасителя изображено, родные мои, там изображена победа Христа, ибо Он своей смертью смерть победил. Там победа изображена Христа. Но опять же, нас ради человека и нашего ради спасения. И то, что сейчас изнесен этот крест, дай Бог, чтобы он вдохновлял многих-многих из нас, для того, чтобы мы продолжали свои труды по прохождению Великого Поста. И второй момент – это, конечно, утешение многих. Потому что некоторые люди эмоционально воспринимают то, что не получается у них действительно исполнять все, что требуется вот в это время прохождения Великого Поста. «Впадает в иныние». Именно поэтому крест изнесен, для того, чтобы сказать людям, родные мои, тут Христос мертвый изображен. А эту смерть и эти страдания Он действительно перенес за нас с вами. Потому что Он нас любит, родные мои. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И этот подвиг совершен из любви к нам, чтобы каждый верующий не погиб, каждый из нас не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо вели радость на небесах хотя бы об одном грешнике кающемся. Вот такое вдохновение дает этот крест, которому сегодня мы с вами поклоняемся. Еще один момент, который мы должны с вами понимать, родные мои. Господь, как мы помним, готовил своих учеников к тому, что ему предстоит пережить. И что будет Голгофа. Он же говорил им о том, что да, меня схватят язычники, будут издеваться, избивать, а потом убьют. Но в третий день я воскресну. Он им говорил об этом. Мы знаем, что, конечно, это вот говорилось. И как бы уразуметь, что имеет в виду Господь наш Иисус Христос, тогда ученики не могли, поэтому были в растерянности и разбежались. Но по промыслу Божию правильно, что так получилось. Они должны были сохранить себя до Пятидесятницы, когда уже будут исполнять промысел Божий о себе. И сейчас, родные мои, мы с вами кланялись к кресту. И что мы пели? К кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое поем и славим. Крестные страдания Господа никак нельзя оторвать, оторвать, разорвать от воскресения Его. И мы с вами, родные мои, идем, когда проходим вот это поприще Великого Поста, к Пасхе, к Ему воскресению. Это утверждение каждого из нас с вами, что да, Христос воскрес, и мы воскреснем вместе с Ним в свое время, когда это положено. Как относятся к кресту, дорогие братья и сестры, вообще весь окружающий нас мир очень хорошо сказал апостол Павел, когда обращался к Оринфинам. Он сказал, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, верующих, сила Божия. И вот смотрите, здесь просто пропасть лежит между двумя отношениями ко кресту Христову. С одной стороны, это юродство, то есть это смешно, как это Бог может быть убит. Вот это отношение, это отношение родные мои иных религий, которые в мире, не христианских, которые в мире, мы с вами знаем, их много, многочисленные религии. Они никогда не воспримут, что как это так, Бога можно убить. И мы с вами знаем даже, что в исламе, ведь Иса, то есть Иисус Христос, почитается величайшим пророком. Они не почитают Его, Сына Божиим, но почитают как величайшего пророка. Мы с вами знаем, и Богородица у них почитается. И мы с вами знаем знаменитую мечеть, которая глава Иоанна Крестителя, и они поклоняются Ему. Но никто из них не может воспринять того, что Бога можно убить, и Он умрет. Помните, как апостол Павел в Ореопаге благоуисставал Эллином, а Эллины же мудрые, там же философы, философы и тому подобное. А там были у них сделаны престолы, так сказать, разным богам, в том числе, ну, неведомому Богу. Помним это, да? И вот там как раз апостол Павел обратился к Эллинам и говорит, ну вот у вас есть престол неведомому Богу. Я расскажу, что это за Бог. Слушали внимательно, все, до тех пор, пока Он сказал, что Его распяли. И тогда Эллины мудрые такие сказали, ну, вы знаете, вы к нам позже, придите, и мы потом вас послушаем. А сейчас уже достаточно, мы уже вас поняли и разошлись. Никто не может воспринять. И только мы с вами, христиане. Почему мы? Не от того, что мы какие-то особенные. Просто по любви Своей Господь Бог открыл нам духовные очи. Мы видим духовные уши, и мы слышим, когда читаем Евангелие. А как тот же апостол Павел и говорил о людях неверующих. Да, они смотрят, но они не видят. Вот они смотрят в Священное Писание, но не видят. Они там видят буквы, слова, предложения. И все, сути они не видят. Нам же Господь по милости Своей открыл эти духовные очи, и мы видим там не буквы и слова, а Господа Бога там видим в Священном Писании. Или, как апостол говорил, они слышат, но не слышат и не разумеют. Закрыт разум их. Вот разумение Священного Писания. Нам же по своей любви, по какой-то причине, Господь открыл и глаза, и уши наши, и разум наш разумеет. Именно поэтому для нас святыней является как раз крест Христов. Его подвиг на кресте нас ради человека и нашего ради спасения. И апостол Павел и дальше продолжает и говорил о том, что да, удивительно, что мы, они нас критикуют, да, за то, что мы поклоняемся Богу, Который был распят и умер на кресте, да. А апостол Павел говорит, а мы исповедуем Христа распятого. Несмотря на эти вот, как бы, давления, не критику или, что хотите, или издевательство от внешних, мы исповедуем Христа распятого. Для иудеев это соблазн, а для эллинов это безумие. Да, вот мы с вами сейчас только что говорили, почему для эллинов, то есть образованных людей, родные мои, далеко же ходить не надо в глубины веков. И сегодня происходит же то же самое. Разве нет? У вас сколько людей рядом с вами работает или учится образованный, который грудь вперед, нос выше головы. Почему? А я образованный, я сам трудился, я ночами учился, я получил это образование. Не понимая того, что Господь Бог даровал тебе память, я на всю жизнь запомнил, как такой человек по церковной линии. По церковной линии это Латвия, еще Советский Союз был тогда. И будучи в Большом собрании в Москве, он там выступил, он был великим, он был большим. И вот вдруг, вот тете моей, звонок был, вы знаете такого, ваш телефон у него там в бумаге. Да, знаем такого. Придите на вокзал, заберите его. Во время возвращения в Ригу он потерял память. Вот и все. И получается, что вчера человек был великим, таким, знаменитым, и ему это нравилось очень. Вот это мне такой урок был на всю жизнь. К чему ведет вот это вот, и что значит слова Господа, что он гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордым противится, а смиренным дает благодать. Я не знаю, за сколько секунду, за час, за два, за три человек из Великого превратился в беспомощного ребенка. Ну, вот такое вот случается, можно так сказать. И даже, родные мои, многие критики говорят же о том, что Господь наш Иисус Христос, кроме того, что Он был Сыном Человеческого, Он уже был Сыном Божиим. А страдал ли Он на кресте? Вот Его распяли. Не было ли это театральная постановка, как бы там. Да, Он как Сын Человеческий, вот там вроде как страдал, но Он же был Сын Божиим одновременно. Так может, Он не страдал. Но, родные мои, если кому-то из нас ставят страшный диагноз, и надо идти на какую-то операцию, как мы на это реагируем, родные мои? Мы не боимся? Нет? А, режьте меня там. Мне кажется, что мы все одинаковые, поэтому страшно становится. Страшно становится. Особенно, если страшные какая-то, страшные диагнозы, тяжелая операция. Конечно же, мы переживаем, что нет разве. Уже спать не хочется, а кушать подавно никакого желания нет. Переживаю. Родные мои, читаем Евангелие. А как реагировал на это Господь наш Иисус Христос? Если мы вспомним Гефсиманский сад, Он же позвал своих учеников ближайших, поддержите меня, мне страшно. Причем Он сказал, мне страшно до смерти. Мне страшно до смерти, родные мои. Так Господь сказал. А Его молитва до кровавого пота. Кто из нас с вами перед вот такой страшной операцией молился до кровавого пота? Я не знаю, мне никто не говорил такого. А Он молился до кровавого пота. Как Ему страшно было, человеку, Господу нашему, Иисусу Христу. Но Твоя, как Он молился, чтобы Господь эту чашу страданий пронес мимо Него. Но да Твоя воля будет, а не моя, сказал Господь наш Иисус Христос. Ну и сегодня мы слышали обращение Господа к нам с вами. А как нам жить? Как нам пройти поприще Великого Поста? Но даже не так можно сказать. Как нам пройти поприще всей нашей жизни? И Он сказал, кто хочет за мной идти, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Отвергни себя. Что это означает? Он продолжил, мы слышали сегодня в Евангелии. Кто хочет и мечтает душу свою спасти, тот потеряет ее. Странный момент, странные слова. Кто хочет спасти душу свою, тот потеряет ее. А кто душу свою потеряет ради меня, то есть Христа и Евангелия, тот ее сбережет. Вот что это означает родными. То есть, если мы подходим потребительски к вере, вот к тому дару, который отдал нам Господь наш Иисус Христос, приняв нас вот в этот огромный, большой коллектив, хотя у нас малое стадо, но в число званых. Он уже, мы уже с вами в числе званых. Стать избранными мы знаем, Господь нас учил. Но если я пришел сюда, и мне уже ясно, что с моей смертью, личность моя никуда не девается, и я остаюсь, и душа моя бессмертная, если я это знаю, я пугаюсь и решаю, что я сделаю все, чтобы свою душу сберечь. Вроде как хорошее желание, да? Но на самом деле это эгоизм. Я думаю о себе. Апостол Павел, помните, как сказал? Уже не я живу, а живет во мне Христос. Не я уже живу, а живет во мне Христос. Может быть, первые ступеньки это такие, да? Страшно, когда уже понимаешь, что со смертью ты, что бы ты тут не наделал в этом, в своей жизни, это никуда не исчезнет, это всем будет раскрыто, и все будут это знать. Надо подумать о том, что действительно, что в вечности, причем в вечности, не какое-то определенное количество лет, а в вечности это будет раскрыто. Может быть, это первые ступеньки, но дальше уже все сердце занимает любовь к Господу Богу. Уже ради Него. Ибо Господь сказал, любя имя, тот исполняет Слово Мое. Тот, кто меня любит, тот, чему я учу, тот исполняет. И тогда уже эгоизм выходит. Мы уже живем Христа ради на этой земле. Ради Него. И это не значит, что мы должны в леса и в пустыне убежать куда-то там, и там ничего подобного. Каждому свое. Каждый исполняет свой промысел о нем, о Господа Бога. Поэтому ни в коем случае не такое, чтобы в голову не пришло. Кому надо, о ком промысел Божий, чтобы он ушел в лес и в лесу спасался, молился, тот и туда должен идти. А кто по своей волею, подражая кому-то, ну, я тоже хочу вот быть старцем, я тоже пойду туда, и ко мне начнут стекаться люди. Это что? Это гибель. Человек погиб. Это прелесть называется по церковному. Прелесть человек попал, он погиб. Вот переступить через ступеньку, чтобы действительно Христос жил в сердце, Он жил в сердце. И просто любя Его, исполняем Его заповеди. А это значит, как сказал сейчас Христос сегодня в Евангелии. Кто хочет за мной идти, отвергни себя. Отвергни себя – это значит той мерзости, которой много в нас, тех привычек, которые мы уже не замечаем и не понимаем, что это грех. Отвергнуться этого надо себя и изменить себя, раз Господь сделал нас званными, чтобы стать избранными, изменить себя, изменить мнение свое об окружающем нас мире и так далее, и так далее. То есть идти за Христом. Что значит взять крест свой? Ну, родные мои, спросить любого из нас, а мы действительно счастливо живем, беззаботно на земле, это так хорошо нам, и там подобное. Есть такие люди здесь? Подними руку, кто... Да и нет, не поднимешь-то руку, потому что тяжела жизнь. Не может быть она легкой, родные мои, не легкие, мы не можем быть эта жизнь легкой. Да, мы счастливы. Часто, очень, очень часто. У моей внучки вчера было день рождения, я такой счастливый дед. Она девяточница, десятый. Ну, что еще желать? Конечно же, я счастлив был. Какой-то момент, какое-то время. Но потом заботы идут и тому подобное. То есть, конечно же, это крест, который мы несем. Но претерпевый до конца спасется. Как бы тяжело не было, мы только одно должны знать, что Господь делает все, чтобы нас спасти. Если мы в болезни, больные, если инвалиды мы, это не значит, что Он отбросил нас и не видит нас. Да нет, Он ведет к спасению. А пути к спасению очень разные у каждого человека. И поэтому, дорогие братья и сестры, понимая это, берем крест свой и следуем за Ним. Он это нам сказал. А эгоизм, то есть, забота о том, чтобы, хотел сказать, шкуру свою спасти. Не шкуру, ну и шкуру, и душу спасти. То есть, эгоист такой, настрой эгоистический. Конечно, это отбрасываем. Потому что все Он может. Ничего не возможно человеку, но все возможно Богу. Поэтому и те люди, которые не получается достойно провести пост, мы должны помнить это, родные мои. Ничего нам невозможно. Невозможно. Мы падаем. Но я все время говорю, мы падаем, как святые отцы нас учили. Мы падаем и встаем. Падаем и встаем. Я этот график все время рисую и показываю. Упали. Крапкаемся обратно наверх. Упали. Но этот график идет вверх. Все равно мы становимся ближе ко Господу и ближе туда приближаемся. А Он, видя это, Он нам помогает. Каким образом? У нас все больше и больше возгорается в душе любовь, родные мои. Ибо больше заповеди, чем любовь, как и Господь говорил про нас тоже. Потому, знаете, что вы мои, если имеете любовь между собою. А тут не только любовь между собой и к врагам, и вообще ко всему сотворенному Господом Богом. миру, в котором мы с вами живем. Итак, дорогие братья и сестры, Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое поем и славим. Помощи Божией, родные мои, уже в прохождении второй половины Великого Поста, да и вообще в нашей духовной жизни. Помощи Божией в нашей духовной жизни. Ни в коем случае не отступаемся. Он любит нас, чтобы мы это никогда не забывали. И ради нас вот этот подвиг и совершен. И зная это твердо, не впадаем в уныние. И понимая, что сами исправимся, усиливаем молитвы к Нему, просьбы. Господи, помоги. Господи, помилуй. Помоги. Ничего я не могу. Я ничего не могу. Да не могу я ничего без Твоей помощи. Совершенно. Помоги мне, Господи. Вот так вот давайте возобьем, чтобы Господь действительно по Своему милосердию нам с вами помогал. Спаси и сохрани всех вас, Господь, дорогие братья и сестры. Еще раз с воскресным праздничным днем, с солнышком, которое вышло. Надеюсь, скоро будет весна. Спаси и сохрани вас, Господь. Причастников, поздравляем с принятием Таня Христового. Выслушай благодарствие на молитвы. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!